Добрый день! Дачное карате вас приветствует! Погода все еще хорошая стоит, пока дожди не начались. Еще немножко в ударной технике. Один из роликов в этом году как-то, видимо, не совсем правильно понят. И мне пишут, ну какая разница, прямой удар зафиксировал или уракен. Один чудик тот меня начал учить тому, что, а, так это же уракен. А ты хоть раз уракен в жизни бил, и хоть как-то ты работал с этим. Да, вроде как. Или этот несвойственный в стойке. Такой или такой удар. Вроде прямой он жестче, если он попадает. А это чуть-чуть больше заметается пространство. Ну, дело вообще не в этом. Я говорил о том, что двойной удар, вот, вот такой удар невозможен в боксерской технике. В боксерской технике справа-справа-слева. Или прямой-прямой, или прямой-боковой, прямой-боковой, да. То есть, с одной и той же стороны, но вы можете два раза только ударить. Там с переводом, например. Ну, можете ударить, да. Там, скажем, это прямой еще куда не шло, а боковой снова раскрутиться не получится. А здесь есть возможность такая. Вот. Очень, очень быстро. Да, если с этой стороны подойти. То есть, бьем два раза в левую часть головы противника, или два раза в правую, да. На одной и той же раскрутке корпуса. Понятно, что этот удар легче, да. Но вот именно этот эффект очень быстрый. Очень быстрый. Быстрая работа. Вот. И даже если сравнить с прямым ударом, раз-два, да. Ага. Может быть, со сменой стойки тоже хорошо. Прямой удар со сменой стойки предполагает, что раскрутили. Раскрутили корпус в эту сторону, в левую сторону. Да. А здесь вы, как бы наоборот, это в процессе движения, и у вас левая сторона работает мощнее. А это только подготовительный такой этап. То ли пугающий противник, то ли сбивающий у него руки, которыми он защищается. Кроме того, еще могут быть удары открытой, ладонью, пальцами, чего нет в боксерской технике. Понятно, если по глазам пролетело, глаза заплачут и так далее. То есть, ну, еще длиннее, да. Тут такая длина 10 сантиметров, может быть, этого будет достаточно. Да. Вот можно в челюсть тоже. То есть, вот такие удары. Но еще есть одна особенность, связана с тем, что большинство техник разрабатывает противник прямо перед тобой. Реальный бой вовсе не предполагает, что противник перед тобой. И противников может быть несколько. Один атакует. Ну, там, мы представим себе, что это мишанина, там, средневековой битвы, там, самураи рубятся. Здесь был противник, здесь, сзади, со всех сторон противники. То один набегает, отразил тут же второй. Вот. Или оба набегают, надо к одному уйти, другого атаковать. Вот у меня два мешка. Вот можно раз. Какие-то движения в обе стороны сделать. Ну, здесь много шагов, к сожалению. Но можно имитировать так. Вот, вот у меня противник. Вот противник. Я против этого стоял, набегает этот противник. Да? Могу, могу уракент сюда нанести. И потом мощный удар. Или, понятно, что из любого положения, любой удар можно сделать. Да? И вот он набегает, получает. Да? Здесь стоял. Понятно. Прокрутился на задней ноге. А если другая нога у нас впереди, левая нога впереди был, был здесь. Ну, в принципе, вот на месте. Да? Перед другая. То есть, я могу сделать шаг и ударить. Да? А могу сделать удар и ударить. Да? Или вообще, я здесь сражаюсь, кто-то набегает. Пошел в противоположную сторону. Да, вот противник. Здесь я сражаюсь, кто-то. И пошел дальше на него. Уракен еще и для этого нужен удар костяшками. И другие разные. Вот удар навстречу. Да, тут же какие-то другие противники. Надо за всем полем смотреть. Это не боксерский ринг и не площадка. Там для борьбы, для разных видов единоборств. Жизнь сложнее. И это могут быть совершенно неудобные позиции. Это может быть лестница. Это может быть лифт. Совсем узко. Значит, там, где узко, я показывал как раз удары. Вот если кто захочет, попросите своего приятеля ударить просто в плечо. Ужасно больно. Не сильно ударить. А вот чуть-чуть так раз. Вот вот этим основанием. Основанием локтя. Бац! Вот куда-то вот в плечо. Поверьте, очень неприятный удар даже для этого. То есть, ну, не можете вы до головы достать там или заблокировали вашу руку. Не хватает. Если попасть в предплечье, то, можно сказать, предплечье выключено. Ну, при достаточном усилии. Или выключено на какой-то срок, что у человека расслабится рука, и вы что-то еще можете сделать. Вот. И вот такие упражнения. Вот противник. Да. Могу удар нанести. Могу. Да. И вот этот уракен идет. Да. Могу какие угодно вариации. А противник у меня здесь. Вот он у меня снова здесь. И удар, удар ногой тоже, может быть, отпугнули. Отпугнули, а там набегает. И ударили. Даже вот, ну, просто вот они рядом стоят. Раз. То есть, два удара. Мои гири. И тут же удар, не важно, он поражающий там. Достал противника. Нет. Какая-то техника должна быть, чтобы вы отбивали. Даже если вы просто навстречу противнику махнули, он уже убрал там живот, прекратил свое наступление. Махнули у одного, а другому влепили. Это тоже, тоже варианты работы с двумя противниками. Махнули сюда. Поэтому досталось все остальное. Ну и, конечно, надо всегда дорабатывать там. Бам-бам. И второго пошли обрабатывать. Скорость, конечно, это то, что первично, не мощность удара. Хотя мощность тоже. Там один раз ударил, и человек слетел. Но спортивные поединки предполагают минимизацию ущерба. Поэтому смягчение, там, бинтовки всякие, и так далее. А тут надо понимать, что там удар в висок, скажем, выставленным пальцем, он потрясает или просто убивает. Не надо там большой размах. Раз и все. И человек может выключиться. Там глазниц он попадет, в висок попадет, в зубы, которые выкрашатся тут же. Вот. Поэтому комбинация разных умений, разных практик. И в том числе учимся с одним противником работать. Переходим на другого. Поработали, отбились и здесь. Вот. И главное не здесь вот с несколькими противниками. Главное не подбирать шаги и не бояться промахнуться. Промахнулись. Ничего. Раз, два. Пролетевший мимо удар. Тоже удар. Надо в него вкладываться так, чтобы можно было восстановить свою дееспособность, а не теряться. Ну, промахнулся. Что дальше? Противник все равно в той зоне, куда вы направили удар, или вынужден отступить, или отклониться. А что вы ударили, он согнулся, пролетело мимо. Колено туда же летит. Раз. И тут же пошло колено. Вот. Но далеко не всегда. продолжить можно, если противников несколько. Вот. Для того, чтобы не подбирать шаги, ну, нужно на каком-то, на большом расстоянии, на маленьком расстоянии легче работать. Там ударил, 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 отошел, еще раз ударил, ударил, отошел, ударил, отошел. Вот. Ну, это тоже под разными углами хорошо проводить атаки. Ну, лучше вот два, две зоны. Сюда атаковал. Ну, тоже смотрим. Как противник себя ведет. Если он начинает какое-то движение, то свое можно приостановить. Вот, как я сейчас сделал. И с опытом это непроизвольно происходит. То есть, у тебя пошла нога, ты видишь, что все, противник отошел. Ну, значит, она просто ставится, и удар другой ногой происходит. Так. Ну, фактически, это имитация. Или вот нога пошла, противник понимает там, что сейчас он пойдет Маваши, надо убраться. Ну, с другой ноги. Ну, так же, как и вот с передней ноги. С передней ноги. Идет хорошо, так же, как и Майя. Ну, вот если я махнул с передней ноги, я уже как-то себя выкрутил. И мне из этого положения надо что-то делать. То есть, раз скрутился, что же вставлять это положение? В зависимости от того, где противник. Противник далеко. Да хоть подпрыгнули и попали. Или скрутился, противник близко. Попали. Да? Да. Вот. Или я закрутился, еще уклонился, пошел прямой. Тут так же может быть вот уракен. Раз. Бам. Да? И важна работа ног, чтобы в ногах не запутаться. Я сейчас ухожу, ухожу влево. Раз. У меня нога пошла, я фактически спиной, почти к спиной иду. К противнику могу нанести один удар, а могу с разворотом. А могу нанести удар без разворота. И противник должен быть дезориентирован. Вот это вот движение. И противник уже не знает, как будешь ты бить. Вот. Будешь ты разворачиваться. Ну, можно даже показать, что ты с разворота уйдешь и пробил. Ну, там даже гораздо дальше. Раз. И. Причем вот прямой, который больше всего виден. Прячем, а снизу пробиваем. Вот. Ну, это каратенечко. Из того, чем можно было заниматься. Ставим две точки. Делаем атаку сюда. Делаем атаку сюда. Отбиваем. И вот эти удары, которые кажутся, ну, вроде такими необязательными, пустыми, ненаполненными, они здесь как раз приобретают свой смысл. Ну, в том числе и удары по воздуху, которые на самом деле, ну, не сделаешь такой манекен, чтобы у него и коленка была, и голова, и все остальные части тела там были. Поэтому и холостое движение. То уж хорошо. То уж хорошо. Все нормально. Ну, да. И вот еще должен сказать. Зарядили, бам. И обязательно стойка. Там-там. Ну, вот. В таком аспекте. Занимайтесь каратэ, занимайтесь боевыми искусствами. Слава Руси! Господи, спаси! Слава Руси! Слава Руси! Слава Руси! Слава Руси!